В московских концертных залах в эти дни проходит фестиваль камерной музыки «Возвращение». Его организаторы и участники – бывшие выпускники школы имени Гнесина, которые сейчас учатся за рубежом. Нелегко, конечно, бывает. Вдруг становится грустно, без родителей, друзей, привычно с детства обстановки. Художественный руководитель оркестра «Гнесинские виртуозы» и директор знаменитой музыкальной школы Михаил Сергеевич Хохлов очень переживал в свое время за выпускников, провожая их на чужую страну. Но и не сомневался ни в профессиональной подготовке будущих студентов, ни в их человеческих качествах. Ведь именно воспитанием и того, и другого в равном мире славится знаменитая Гнесинка. Участников этого праздника музыки и дружбы около 30, а придумали его двое – Роман Минц и Дмитрий Булгаков. Фестиваль проводится впервые, и мы надеемся, что мы сможем, у нас будет возможность проводить его ежегодно, поскольку мы регулярно собираемся в Москве дома на Рождество. Для этого концерта есть благодарность педагогам, которые мы можем выносить музыку. В программе фестиваля музыка трех веков – от Куперена до Шнитки, а исполняют ее люди молодые, талантливые и трудолюбивые. Наталья Михайловна Фихтенгольц своим питомцам в целом довольны, хотя педагогу всегда есть что пожелать ученику. Ведь этот вполне состоявшийся рыжий человек всегда будет для нее маленьким мальчиком, приведенным за ручку мамой в ее класс из районной музыкальной школы. Прекрасно, что наши дети едут куда-то и впитывают в себя то, что происходит в мире, с тем, чтобы потом вернуться и принести это сюда. Прекрасна возможность уехать из страны на время или насовсем, и вновь вернуться, когда пожелаешь. Кто не мучился сомнений по этому поводу, как было совсем еще немного лет назад, тот, скорее всего, не поймет. Я вам желаю, чтобы в будущем они были открыты этому миру, потому что только в этом случае мир будет открыт для них.